Юные жители микрорайона Пироговский проводят время с пользой. В школе номер 19 открыт лагерь дневного пребывания «Калейдоскоп». Ребята не только много гуляют и хорошо едят. Ежедневно для них проводят два-три познавательных мероприятия. Распорядок такой у нас мероприятий, они спланированы на каждый день разнообразные. Поэтому дети такие все довольные, участвуют активно и сами даже какие-то сценки делают. Вот, кстати, на этой неделе у нас тоже будет по правилам дорожного движения. И к этому мероприятию ребята уже подготовлены. Правила дорожного движения они знают и хвастаются, что всегда пользуются ими. Я почти каждый день езжу на велосипеде, я каждый раз соблюдаю правила. Я даже специально покажу водителю, что я на дороге. Вот я даже показываю, в какую сторону я поверну. Держу вот так велосипед и вот так показываю, если он за мной едет или передо мной. Однако повторение не бывает лишним, особенно когда дело касается безопасности. Помог в этом Вячеславу Кирьянову и его друзьям дядя Степа, персонаж из стихотворения Сергея Михалкова. Сотрудники Центра культуры Подмосковья не только подготовили познавательную лекцию о правилах дорожного движения, но и показали мультфильм о герое, которого в свое время так любили советские мальчишки и девчонки. Он с кокардой на фуражке, он в шинели под ремнем, герб страны блестит на пряжке, отразилось солнце в нем. Самое ценное, что для нас есть, для взрослых, это жизнь. Жизнь наших детей тем более ценна. И поэтому наша задача, педагогов, организаторов, работников культуры, это донести до наших детей в такой форме вот эти правила безопасности на дороге и вообще в жизни, чтобы детям было просто интересно. Дядя Степа стал героем и для современных ребят. Потому что дядя Степа помогал, там бабушке, например, когда она стирала белье в проруби, лед откололся и она поплыла на льду, он ее спас. В запасе у взрослых есть еще много интересных мероприятий для детей. Отдых в лагере дневного пребывания «Калейдоскоп», как и еще в 17-ти, только начался. Всего этим летом на площадках, организованных в школах, отдохнут 1780 юных мытищенцев. Надежда Звягинсова, Андрей Капустин, Первый Мэтищенский.